Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Хавьера Муниаса. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочки на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, мы неплохо стартовали в чемпионате Испании вместе с командой Валенсия. Ну вот сейчас нас обходит наша, я надеюсь, будущая команда, потому что цель нашей карьеры это перейти именно в Мадридский Реал. Поэтому у кого возникали вопросы, почему я отказал тому же Вестхэму, а перешел в Валенсию, хотя мне зарплату больше в Вестхэме предлагали. Вот почему. Именно из Испании, мне кажется, больше шанс у нас попасть именно в Мадридский Реал. Поэтому вот так вот. Сегодня у нас два месяца, это октябрь и ноябрь. Посмотрим, какие у нас сегодня матчи. Это, кстати, выездная игра на Компноу против Барсы. Ну, выездная против Реал Бетиса, домашняя против Валериала. Из серьезных таких прям соперников Атлетика Мадрид сегодня будет. И также вот Реал Соседат. То есть матчи насыщенные, поэтому контент будет у нас, надеюсь, замечательным. Выездная игра сейчас у нас против Кадиса. Кадиза, не знаю, как правильно, напишите в комментариях. Они идут на 13-й строчке, мы на 2-й. Вот, на 1 очко отстаем от Мадридского Реала, но у нас и матч в запасе. Поэтому надо побеждать сегодня Кадис и выходить на законное первое место. Кадис против Валенсии. Поехали. Ну что же, Хавьер Мунец, 7 забитых мячей. Лучший бомбардир Ла Лиги Сантандер. Вообще замечательная статистика у нас. Так, ну и давайте возьмем, наверное, вот точные передачи в прокачку нам. Потому что, мне кажется, ну вот на оценку в этом матче рассчитывать не стоит. Я не знаю, как сложится игра, вдруг действительно Кадис что-то из себя покажет. Поэтому поиграем пока что так. Надеемся, в любом случае, мы на победу. Ну и на свою персональную какую-то игру. Обязательно там забитые мячи, надеюсь, голевые передачи. Так, и неплохо. Хорошая передача на Ануачу мы отдали. Можно теперь выходить из-под прессинга. И на чужую уже половину. И на Ануачу хороший пас отдали. Его он должен забивать, конечно, это гол. Отлично. 14-я, там 15-я минута. 1-0. Выходим вперед на выезде против Кадиса. Ну и вот отдали голевую передачу. Вот момент такой возник. Почему бы и не отдать на партнера? У нас позиция такая с вами, что и забивать мы должны наравне практически с голевыми. Поэтому ассистировать тоже не надо вот нам забывать. Ну и Ануачу забил уже четвертый гол в восьмом матче. Ну и 1-1. Кадис сравнивает счет 36-я минута. Сейчас посмотрим, как это все там, конечно, вышло. Я так понимаю, плохой вынос был в верховом единоборстве. Вот так вот еще и между ног защитнику припрыжкиваетесь. Вот он в полете прям. Нет бы ноги вместе свести, но он решил почему-то вот так вот отыграть. 1-1. Практически там перед самым перерывом счет Кадис сравнивает. Ну и шансы возвращает на уверенную свою игру. Может быть, они действительно и на ничего рассчитывают. Вот, кстати, Кальдерон забил дебютный гол для себя в Ла Лиге в этом сезоне. Так и неплохо там атака у Валенсии сейчас развивается. Ануачу все-таки выводит вперед. Там Гомес и Ануачу вместе сделали эту атаку, распасовались. Ну и мы выходим вперед. Ануачу молодец, забивает дубль. Поэтому не только через меня строится атака Валенсии. Вот Ануачу. Никто здесь вообще его не встречал. Еще и за штрафной пятый гол в восьмом матче в Ла Лиге Сантандер он забивает. И снова ничья. 2-2, 70-ая минута. И снова мы вот пропускаем. Смотрим на эту атаку. У нас здесь тоже вот защитники центральные провалились. Ну и вратарь. Там у нас Сильсон вообще ничего не показал. И снова уже получается и Кальдерон, и Санчес забивают дебютные для себя мячи. А мы почему-то очень много пропускаем. Мы всего за 7 матчей пропустили 3 мяча. В итоге сейчас уже пятый пропускаем. Это ужас. Ну и не точный удар. И все. Ничья. Вот так вот. Вроде как и команда со второго места против команды с 13-го. Но ничью Кадди все-таки вырвал в этом матче. Но и вот наша одна голевая, к сожалению, не помогла выиграть этот матч. У меня оценка 7-5. В любом случае игроком матча Салануач. У него дубль. Вот как-то так. Ну что же. Не выполнили мы только задание с реализацией. Сейчас посмотрим. Мы ни одного даже удара вроде как не нанесли. Вот. Но точные передачи 77 у нас процентов. Замечательно. Так. Но нам, кстати, приходит предложение. Мы же все-таки отправляли по аренде. Вот. Вот и Бормут решили нам предложить. Но мы отклоняем. Я не помню. Я что, до сих пор что ли аренду себя прошу. Так. Мои действия. Сейчас посмотрим. Я один ЛФАшник в команде. Значит, есть ЛП. Это у нас Черышев, Гуэдэш. Вот я не знаю. Когда я так просил. До сих пор действительно в списке аренды. Но. Ладно. Так и будем находиться. А вдруг какая-нибудь действительно интересная команда предложена. Потому что я не знаю. Гуэдэша сейчас тоже как-то. У него и форма ниже среднего сейчас. Из-за того, что не играл вообще. Я все матчи провожу в старте. Поэтому. Пока что я не набрал формы и рейтинга для основного состава. Поэтому. По логике вещей. Лучше нам уйти в аренду. Поэтому будем ждать. Предложение хорошей какой-нибудь команды. Ну и у нас сейчас уже получается девятый тур. Вот. Нам нужно сегодня обязательно побеждать. Потому что Реал за 9 матчей набрал 21 очко. Вот. Нас кстати там опережал Реал Соседат. На. Вот как раз. Вот это вот одно очко. Они выиграли в том туре. В восьмом получается. Когда мы к Адису сыграли с ним в ничью. 2-2. Поэтому Реал Соседат был на первом месте. Но сейчас они тоже могут выйти на первое место. Если выигрывать свой матч. Ну и нам надо выигрывать. Чтобы не отставать от того же даже и Реала. Ну что же. У Барселоны действительно проблемы пошли. Как и в реальной жизни. Идут сейчас. В середине таблицы. Восьмое место у них. Ну посмотрим. Против серьезной команды. Против Грандос. Имею ввиду. Мадридский Реал. Мы сыграли в ничью 1-1. И вроде играли на Сантьяго Бернабел. Но посмотрим. Как сыграем на Камп Ноу. Ну тут это. Эл Либертадор. Но все равно интересно. Барселона против Валенсии. Поехали. Ну что же. Мы в Барселоне. Барса Валенсия. Интересный тоже матч. Так. Перехваты. Удары от нас требуют. Ну я не знаю. Оценку что-либо просить. Потому что вряд ли мне. Я ни одного удара с Кадзица не нанес. А тут ворота Барселоны. От меня требуют. Поэтому давайте оценку рискнем. И возьмем. Именно это. Потому что там перехваты. Я тоже вряд ли выполню. Вот оценка самая. Мне кажется. Такое нормальное. Так. А вот. Неплохой момент. Да сейчас. Кто там. Мунис. Я не знаю. Да. Гомес. Мунис. Это же я. Все. Спокойно. Так. На нас передачу отдали. И. Момент какой. Это гол. Отлично. Забили и Реалу. Забили и Барселоне. На выезде. Замечательно. Валенсия выходит вперед. Благодаря моему. Забитому мячу. Но какая же все-таки эта атака была. А сами наверное игроки. Вот именно сейчас. Не к Барселоне. А просто искусственный интеллект. Как-то не понял. Как вообще прошла эта передача на Гомеса. Вот. Ну а здесь. Не стал там и Гомес сам решать. Начал перепасовываться с Ануачу. На меня передача дошла. Но я решил пробить. Здесь Хорди Альба как-то не накрыл меня. И. В дальний угол. Получилось все-таки направить мяч. И 1-0. Забиваю. Уже получается восьмой гол. В девятом матче. Ла Лиги Сантандер. Манафа все-таки все равно отдал передачу на нас. Отлично. Последние пять минут. Последние пять минут. Барселона в большом количестве. В атаке было. Ну и надо в ближний. В ближний этот дубль. Замечательно. Два мяча на Кампноу. Барселона все повалилась естественно на газон. Ну а Мунис делает так, чтобы у него теперь статистика была просто замечательная. Практически если по статистике в каждой игре в среднем Мунис забивает по одному мячу. Сейчас у него девять мячей в девяти матчах за Валенсию в чемпионате Испании. Замечательная статистика. Ну и стоило. Именно стоило обыграть такую Барселону, пока она в таком состоянии. Поэтому для нас это замечательно. Ну вот. Сыграли в ничью с Кадисом. Два-два. Но переигрываем Барселону на Кампноу. Отлично прошла передача. Нет. Бускеца вот уже пройти не получилось. Хотя какая была все-таки, какое желание было это сделать, забить третий мяч. Но в любом случае отличный результат в первом же сезоне в большом таком чемпионате. Обыграть Барселону со счетом 2-0, да еще и на Кампноу и забить дубль. Это просто замечательно. Отличная победа. Всех поздравляю. Ну и естественно у меня оценка 10-0. Забил дубль. Голевы на меня дали Ануачу и Манафа. Ну и я игрок матча. Так, ну что же, по заданиям мы не сделали только вот прессинг в атаке. Не сделали 4 перехвата на половине поля соперника. А так, 4 удара, оценка 10-0. И плюс еще у нас 17 уровень получается. И сейчас будем прокачиваться. Надеюсь получится 78 рейтинг себе сделать. Так, ну давайте попробуем 3 балла, вот эти 3 очка потратим на финты. И у нас теперь будет 4 звезды на финтах. Не знаю, поможет мне это как-то или нет. Ну и может быть, я даже не знаю, атакующую позицию может быть на 1 балл этот мы потратим. Потому что пассы вроде у нас нормальные, удары тоже. Хотя вот это что такое? Это пенальти. Вот давайте пенальти. Все-таки можем стать штатным пенальтистом. Вдруг там у нас уже, сейчас посмотрим. Не обратил внимания сколько у нас теперь уже там пенальти. И у нас 82. Вот, неплохо. Но рейтинг все так же остался 77, потому что всего лишь пенальти прокачали. И звездочку на финты. Так, ну и у нас сейчас 10 тур. Мы играем дома против Малерки, которая идет на 12 месте. И вот, на данный момент вот такая у нас турнирная таблица. На 1 очко мы отстаем до Реал Соседада. Ну и Мадридский Реал с нами делит эту вторую строчку. Поэтому, мне кажется, Малерку надо обыгрывать. Тем более мы играем дома. Состав на ваших экранах. Валенсия против Малерки. Поехали. Ну что же, первый домашний матч у нас в сегодняшнем выпуске. До этого сыграли с Кадизом на выезде в Ничу 2-2. И обыграли Барселону на Камп Ноу. Вообще замечательно. Ну что же, 60% минимум владения командного. 50% там успешные навесы. Ну давайте оценку. Потому что навешиваю я не каждую игру. И не каждый мой навес успешен. А вот с оценкой можно будет как-то вот покуваться. Ну и получить хорошую. Так вот, опасный момент. И это гол. Вы просто посмотрите, какую пушку мы сейчас забили. Я просто действительно подумал, а почему бы и нет. Получили мяч все-таки по установке тренера. Я так понимаю, нам нельзя находиться в штрафной. В момент углового надо находиться там у границы. Поэтому получили передачу. Думаю, почему бы и нет. Все-таки этот угловой благодаря мне практически там заработали. Ну какой гол. Лонгшот. И десятый гол. Мы пробили отметку в 10 мячей за 10 матчей в Валенсии. За 10 матчей в топ европейском чемпионате. Замечательно. Ну и отличный момент. И это дубль. Ну как мы сейчас просто из глубины подключились. Попросили. Запросили эту передачу в штрафную. Хороший пас. Прострел такой. И 2-0. Уже второй матч подряд. Мы забиваем дубль. Супер. Ну немножко, немножко здесь Евратарю не повезло. Он столько сейлов сделал. Против Ануачу. Против Гомеса. Против Васа вроде не делал. Потому что Вас вышибил. Но в итоге. Снова пропускает наш. Так неплохо Закария через нас. Ну и все. Здесь куда-то защитники, я не знаю, пропадают. Они наверное в атаку бегают. Потому что отыгрываться-то надо. Ну и 3-0. Это хэт-рик. Ну и хэт-рик можно отпраздновать в таком стиле, как Крещану Роналду. Замечательно. Ну и хороший гол в ближний. Тоже неплохо так с фланга прошли. Ну и момент тоже был отличный. И все. Заканчивается матч. Благодаря нашему хэт-рику. Над Малеркой мы смогли все-таки одержать победу. Считаю заслуженно абсолютно. Дали там бить. Поэтому все супер. У нас было очень много ударов. Конечно. Ударов в створ 4. 3 гола. Но так 2. 4 еще значит. Ну 8 где-то так. У нас всего в целом было ударов. Я игрок матча. Голевые на меня давал Закария, Солер и Гуиламон. Ну что ж. Замечательно. 2 задания мы сделали. 1% нам не хватило именно командного владения мяча. А так у меня 100% еще и навесы. То есть вообще супер. Ну что ж. Мы сейчас кстати на первом месте. Я так понимаю там Реал Соседат потеряли очки. Ну и мы опережаем в любом случае Мадридский Реал. Там не знаю по голам скорее всего. Поэтому мы сейчас на заслуженном первом месте. Но все равно делим первую строчку. Ну теперь получается еще и с Валериалом. Потому что у них матч на 1 больше. Вот. Но надо теперь на единоличное первое место выходить. Играем против Бетиса на выезде. Они идут на 10 строчке. Постараемся показать свой уровень. Свой класс. Ну что ж. Бетис против Валенсии. Поехали. Ну что ж. Хавер Мунис забил 3 в последней игре. Вот такая вот у нас сводка перед матчем с Реал Бетисом. Так Закария у нас забросик такой сделал. Отлично. У нас лучше опять же оборона говорят до сих пор. За 10 матча пропустили только 5 мячей. Так до Могой Вида. До свидания. Так неплохо. И пробить. И пробить. И это 1-0. Отлично. Снова у нас получилось забить. Ребята молодцы. Неплохо. Начали эту атаку. Ну и дальше сделал я все сам. И виду как-то раскачал вот на фланге. Вот здесь вот неплохо в штрафную вошел. Ну и снова дали бить. И из-под защитников наверное удар. Из-за того что был. Клаудио Браво не увидел. Ну тут как можно было не увидеть. Здесь чисто на реакцию наверное. Он кстати вытащил мяч. Но все равно срезался он в свои ворота. 13-й гол в 11 матчах Ла Лиги Сантандер. Здесь еще и вас влетает прям отлично. Ну и все таки 2-0. Отлично. Увеличил вас наше преимущество. Перед самой концовкой. Мы все таки огорчаем еще раз Реал Бетис. И все. Уверенная выездная победа. 2-0. Наш один гол. Голевую на вас мы не отдавали. Поэтому пока что только вот один наш гол. И не знаю кто станет там игроком матча. Сейчас посмотрим. Стал я. У меня оценка 8-8. Голевые отдавал Гомес и Закария. Так. Ну и по заданиям. Не сделали мы 3 перехвата. Вы избежали поражения. Ну и не получили вот эту дополнительную награду. За оценку 9-0. Получили оценку 8-8. Ну что же. У нас 12-й тур. Мы сейчас идем на втором месте. За то что у Реала на один матч больше сыграно. Но нам надо в любом случае побеждать. Если мы сегодня выигрываем Вильяреал. То вроде как точно уже мы будем единоличными лидерами. Турнирные таблицы. С 30 очками. Но это еще надо победить. Потому что Вильяреал идет сейчас на пятой строчке. То есть с такой командой мы сегодня вообще не играли. Которая так высоко находится. Та же Барселона играла и была на восьмом месте. Поэтому посмотрим. Валенсия-Вильяреал. Мы играем дома. Поехали. Ну что же. Валенсия против Вильяреала. Интересный матч. Два таких интересных гранда встречаются. Ну это снова командное владение. На весы. Я наверное снова возьму оценку. И пропускаем. Чуку-Луезе. Она забивает. Двадцать девятая минута. И вот так вот. Мы вроде впервые пропустили первыми. В сегодняшнем выпуске. Так. Ну и все-таки 1-1. Шестьдесят седьмая минута. У Ануачу получилось забить. Сравнять счет. Замечательно. Так. Супер. Сейчас на финте прошли. У нас вообще никто не встречает. И вот он. Вот он этот момент. И мы выходим вперед. Отлично. В самой концовке у нас получилось дожатие Вильяреал. И волевую победу мы можем сегодня вот получить. И все. Заканчивается матч. Минимальная победа над Вильяреалом. Ну а это означает только одно. Мы выходим на чистое первое место. Вот благодаря нашему забитому в мячу мы вывели вперед Вильяреал. Ануачу сравнял счет. Ну вот 9,4 оценку. Я получил. Голевой отдал Гомес и Манафа. Так. Не выполнили мы два задания. Командное владение 51%. Надо было 55%. И ни одного навеса мы не совершили. Ну что же. Тринадцатый тур. Мы идем на первом месте. Все замечательно у нас. Два очка лидируем. Играем сейчас дома против Атлетика Мадрид. Которые как-то тоже неубедительно играют. Все-таки они действующие чемпионы. Ну вот сейчас посмотрим. Как они против нас отыграют. Валенсия против Атлетика. Поехали. Ну что же. Хавер Мунис лучше бомбардировал Ла Лиги Сантандер. 14 забитых мячей. Самый высший показатель в чемпионате Испании. Замечательная статистика у него. В первом же дебютном для себя сезоне. В топ 5 европейском чемпионате. Так ну давайте здесь обводки попробуем. Потому что давно у нас и обводок не было. Да и тем более на оценку рассчитывать в матч против такого соперника не стоит. И все-таки пропускаем 35 минута. Родриго де Пауль забивает. Выводит вперед Атлетика Мандрид на выезде. Первый гол кстати его дебютный в Ла Лиге Сантандер. Вас. Неплохую передачу на нас. И вот он. Этот момент и все-таки 1-1. Мы забили абсолютно каждой топовой команде Испании. Именно вот эта троица. Атлетика Мадрид, Реал и Барселона. Ну и вот так же получилось как и с Мадридским Реалом. Мы первые пропустили. Но все-таки отыграться получилось благодаря моему голу. Я снова сравниваю счет против мадридской команды. Ну и все замечательно. Уже 15-й гол в 13-м матче Ла Лиге. А вот это вот опасный штрафной. Хименас нас срубает. Получает желтую карточку. Видите? Капитан. Атлетика. Мадрид. И все-таки забил серьезно. Смотрим. У него не получалось вообще. Я не помню, там один может быть удар. За вот первые матчи. Получается, что забил. Да. Как-то не показали еще. Это странно. Резко так. Но в любом случае. На 90-й минуте. Все. Последняя секунда матча была. Мы заработали это нарушение. Вас забил. И мы обыгрываем Атлетика Мадрид. Из трех команд мы обыграли две топовые в Испании. Вот только вот этот Мадридский Реал не получилось обыграть. В любом случае, мы стали игроком матча. Хоть и ВАЗ гол плюс пас. Вот. Кто там еще, кстати. Ну и все, получается. ВАЗ на меня и отдал эту голевую. И сам со штрафного прямым ударом забил. Ну что же. Кстати, все три задания мы выполнили. И оценку получили. Выше 7,5. И обводок на 61% сделали. И один гол забили. Замечательно. Ну что же. Получили мы 18 уровень. Сейчас можно будет 4 очка эти выложить. Я не знаю. Давайте лучше в пасы. Потому что, как увидел, у нас по характеристикам ниже всего именно пасы. Ну вот, давайте видение поля. Один балл сюда отдадим. Вот длинные пасы и видение поля. Так, раз нас часто просят навешивать, давайте и навесы сделаем. Все. Получили в итоге мы 78 рейтинг. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Реал Соседада. Они идут на четвертой строчке. У нас такое шаткое, конечно, преимущество. Хоть и на первом месте идем. В любом случае, потеря очков нам не нужна. Лидерство в 2 очка. Реал может только вот буквально одним матчем это лидерство убрать. Поэтому нужно побежать нам в каждом матче. Ну вот, один из очередных соперников серьезных на сегодня. Реал Соседад против Валенсии. Поехали. Так, ну, задание оценка. Успешные навесы и удары. Давайте все-таки, не знаю, успешную оценку лучше выберем. Потому что не факт, что какие-то навесы там, голы, удары у нас будут. Так, Порту неплохо. И какую передачу она сразу отдает. И 1-0. Отлично. Пятая минута. Очень быстрый гол. Мы забили в ворота Реал Соседада. Ваз, неплохо. И неплохая сейчас атака может быть. Даже и подавать буду. Вдруг. А вдруг и это прошло. Отлично. Голевая передача на Гомеза прошла. У нас стояла задача на этот матч побольше там точных навесов делать. А вот сразу же. Первый навес. Удар. И гол. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Гол плюс пас у нас за 10 минут произошел. И все. То есть надо было посмотреть только первые 10 минут этого матча. Чтобы увидеть все хайлайты, наверное. Ну, опасные моменты все-таки были в любом случае во втором тайме. Но, кстати, Гомез. Мы с ним отлично отыграли. У обоих вот такая результативность. Гол плюс пас. Ну что же. По заданиям сделали только рейтинг матча и точные навесы. И не хватило нам вот одного удара в створ. Ну что же. И последний матч на сегодня. Валенсия против Рая Валикана. Не показал вам, что мы идем все так же на первом месте. И все так же лидируем всего лишь в 2 очка. Надо увеличивать наше это преимущество. И увеличивать отрыв от мадридского реала. Валенсия, Рая Валикана. Поехали. Так. По заданиям. По заданиям. Успешный навес. Давайте оценку попробуем. Так. Ну и замечательный автогол. Увидели все, что это было. Просто супер. Давай еще в стиле Лианеля Мэйси отпразднуй. Смотрим. Смотрим на этот момент. Вот здесь вот я вышел за Сильсона. Замечательно. Но вот здесь вот. Что это было? Это Закария вроде. Да. Шикарная игра от Денниса Закарии. И против тем более Рая Валикана. Против команды, которую мы должны были насухо просто выносить. В итоге еще и пропускаем первыми. И вот хороший момент. Вас все-таки забивает отлично. Наша голевая передача. Ну, осталось 20 минут. Надо вот постараться законбэчить. И все. Финальный свисток. В итоге мы минимально проигрываем. Эх. Минимально проигрываем. Да. Но можно так и сказать. Потому что игра была тут точно не за нас. То есть вот это тот момент, который игра полностью была за соперника. Никакие у нас моменты не возникали. Сколько было у нас ударов. Сколько мы передач пытались отдать. Выигрывать и разносить мы их должны были. По XG. Вот сейчас просто бы посмотреть по XG. Игроком матча, кстати, стал вас. Но я отдал голевую передачу. Уже замечательно. Ну, а вот и XG. Мы наиграли на 4 мяча Рая Валикана. Ну, если так округлять. Наиграли вот на этот один мяч. Но точно не с автогола. По заданиям не выполнили мы только владение. Командное. 59 снова процентов. Надо было 60. Ну, на вес их все супер сделали. Ну, и основное задание на оценку тоже выполнили. Так, кстати, нам Кадис решает предложить аренду в их команду. Ну, я, естественно, отклоняю. Ну, что же, а на этом все. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Вот этим вот ничейным результатом против Рая Валикана. В итоге, на данный момент, Реал на первом месте. Нас опережают на 3 очка. Кстати, я стал игроком месяца в ноябре. Вот. Нам нужно обязательно обыгрывать Сельту в следующем выпуске, чтобы догонять Реал Мадрид. И если мы набираем одинаковое количество очков, мы, кстати, Реал обходим. Там, скорее всего, по забитым мячам. На этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok